В Парке Победы начались финальные игры Чемпионата и Кубка России по пляжному гандболу. В начале лета в турнире стартовали 17 команд и только 8 из них дошли до финала. О том, кто участвует в состязаниях и какие шансы у ставропольских мастеров ручного мяча, знает Александр Чинокалов. Этот турнир можно с полной уверенностью для ставропольцев назвать знаковым. Впервые за историю пляжного гандбола и чемпионаты Кубок России проходят в одном городе и на одной площадке. Поэтому стадион Парка Победы для пляжных видов спорта был выбран не случайно. Он в полной мере соответствует уровню обоих состязаний и по праву считается главной спортивной летней ареной города. Это большая честь не только для нашего парка, но и для города Ставрополь. На сегодняшний момент этот стадион востребован, с удовольствием здесь тренируется, с удовольствием здесь проводятся всякие самые разнообразные чемпионаты, в том числе и чемпионаты России. В финальном этапе чемпионата страны принимают участие 8 команд. Ставропольская дружина «Виктор» по итогам предыдущих туров пока идет на втором месте. Но, как считает ее главный наставник, у наших спортсменов есть шансы завоевать золото, по крайней мере, в Кубке страны. Ребятам нравится, стараются. Будем на следующий год биться, чтобы вернуть звание чемпиона. Хотя это не легко, не просто. Чемпионаты Кубок России будут проходить в Парке Победы в течение трех дней. И уже в воскресенье будут известны команды-победительницы. Александр Чинокалов, Вячеслав Гайдуков, Вести, Ставропольский край. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова